Всем привет, дорогие зрители! Вы на территории Мберезла. И сейчас у меня для вас просто охуительная новость. Дуглас Сантос получил гражданство Российской Федерации. И если Малкому и Клаудиньо это самое гражданство не помогло, и не помогло бы считаться в РПЛ не легионером, то Дугласу Сантосу оно еще как поможет! И Зенит может заявить, плюс ко всему прочему, еще одного лишнего бразильщика, или аргентинца, или еще кого-нибудь. То есть если вот сейчас при лимите 8 плюс 3 Зенит мог упускать восьмерых латиносов, и еще троих деревяшек в спортивских заявлять, то сейчас Дуглас Сантос из статуса бразильцев перекочует в статус русских. Он будет гражданином России, и он будет русским в РПЛ. Как Марио Фернандес. Прикиньте. А кстати, что вы думали на Сколбаске, что только вы можете, да, Марио Фернандеса заявлять как русского? Марио Фернандес такой же бразилец, но пока он был в ССК, это все нормально. Когда Ари был в локомотиве в Краснодаре, все нормально, он русский. Зенит. Как так, бомжи? Вы не имеете права, потому что вы бомжи. Зенит еще, мне кажется, никогда этим не пользовался, чтобы давал гражданство, чтобы это давало далеко идущие последствия с точки зрения заявки в РПЛ. Дугрул Санс это первый такой случай. Я этому очень рад. Я очень счастлив, что действительно воспользовались лазечкой, так прошмыгнули, проскользнули. И теперь не надо выбирать днище мостового выпускать или днище этого, как его, Соболева. Можем выпустить вообще тройку нападения Педро Кассиера Лусяна. Или Педро Кассиера Артур. И Алипа не надо. Алип вообще забудет, что такое состав Зенита. При всем уважении к его голу ворота Балтики в суперфинале, Алип как защитник говнарь. Просто днище. Днище. Не в обиду казахам. Казахи вот супер, но Алип как защитник днище. С футбольной точки зрения. И поэтому будут играть у нас девять Борозилов. Борозилов плюс колумбийцев. И правый защитник Караваев. И то не факт, может Монтуан. И вратарь Евгений Алтушенок. Вот, кстати, Монтуан может на постоянной основе играть правым защитником. Прикиньте. Тогда будет четверка защитников Педра, Нина, Ракович, Монтуан, вратарь Латушенок, полузащита Баррия с Веной Каудине, нападение Педра, кассира Глушенков. Вот так. Или Педра Соболев-Лусян. Что-то такое. В общем, простор для выбора у Сергея Симака будет намного больше. Понятно, что изменения, в сути, в силу не сейчас, скорее всего, зимой. И по прошествии какого-то определенного времени, но в любом случае это такой хап, такой хоп, который открывает перед Зенитом широчее на окно возможностей. И Зенит будет еще мощнее, чем есть сейчас. Все то, что мощило у нас, это весной. У летущихся в Тар-Тарары Зенит будет таким же мощным, как был на Кубке Равноправия. И даже еще более мощным, потому что тогда в нападении Зенита был Артур. Тогда Артур все-таки не так хорошо смотрелся, как тот же Лусян или как тот же Глушенков. Или вот с Караваевым Зенит на правом фланге защиты смотрелся не так хорошо, как с Монтуаном. С Монтуаном это будет вообще крутяк. Монтуану Сергей Симак в последнее время открыл новую поису, правый защитник. И теперь Монтуан. Это прям топовый правый защитник, который и в атаку подключается, лучше Сергея Улкова. И в защите очень хорошо отрабатывает. В общем, прям красава. И сегодня Зенит играет с факелом. Сегодня Зенит впервые с того самого майского слезного матча в Воронеже. Играет в Воронеже. Я надеюсь, победим. Давно не ебали факел в Воронеже. Надо ебнуть. Вот так. Воронеже. Играет.